Добрый день дорогие друзья! Всем большой привет из Тайгана! В этом ролике с вами полюбуемся на вот этих вот мохнатых шустриков, на енотиков. Енотов в парке Львов Тайган очень много, несколько вольеров с ними, но всегда возле этих вольеров есть люди, которые угощают, потому что не угостить этих милах просто невозможно, они так трогательно тянут свои лапки и хочется конечно же угостить. Еноты вообще очень такие большие хитрюги, кто с ними общался ближе тот знает, они выпросят и уболтают, что называется, любого. Очень умные зверьки и кстати они уже неплохо расплодились. Вот кто отдыхал в районе Туапсе, особенно дикарями, рассказывают, что там довольно часто они приходят в лагерь и наводят там свой порядок, что людям приходится уже хорошо прятать продукты, иначе вскрывается все. Поэтому, несмотря на такой вот вид милах, пушистиков таких хорошеньких, на самом деле это очень даже такие большие бандиты. Человека совершенно не боятся, даже не в зоопарке, а когда они живут сами по себе в природе. И поэтому жди от них каких-то проказ. Любят делать набеги и на сады, поля, хорошо размножаются. В общем-то, очень приспособленные к жизни ребята. Молодец, молодец. Раз, раз. Нет, не заинтересовала сушка. Ну, сейчас они все хорошо отъелись, заелись. Уже стали как шары в парке Львов Тайган. Проходишь, смотришь, такие пушистые шарики. Ага, енотики. Но это им не мешает отлично лазать по ограждению. И вообще, еноты, конечно, их природа наградила очень многими хорошими свойствами, которые помогают им прекрасно выживать в любых условиях. И в условиях неволи они себя прекрасно чувствуют, и в дикой природе. В дикой природе, кстати, они довольно-таки вот ученые наблюдают за ними. И сделали немало интересных выводов. Оказывается, енотики очень мстительные. Описываются случаи, когда лисица. Лисица покрупнее, сильнее енота. И, бывало, обижала. И вот енот тогда, он в открытую не вступал в схватку с лисой, но всячески ей шкодил. И что вы думаете, друзья? Вынудил, что лиса покинула ту территорию. И не захотела быть соседкой енота. Вот так вот. Поэтому с этими ребятами нужно, особенно вот кто дома их держит, они все помнят. На два-три года, что происходило с ними, помнят прекрасно. И если их кто-то обидел, то очень даже держат эту обиду и готовы отомстить. Вот, друзья, сколько лапок. Лапки так и тянутся за вкусняшками. Хорошо, что в парке Львов-Тайган много посетителей. И вкусняшек всем хватает, никто не в обиде. Вот, вот. Раз, раз. Тем более еноты, они сами по себе довольно всеядные. Не зря их близкий родственник, это медведь. Медведи тоже всеядные. И, кстати, енотики, если холодная зима, то, как и медведи, они тоже впадают в спячку. Вот, вот, тянет лапку. Давайте, давайте мне. Я еще не угостился. Хотя до этого уже сто раз угостились от других посетителей. Видите, они больше лапки тянут. И когда им протягивают, то они берут в лапку и отпускают, если уже наелись. Вот. Но перепелиные яйца всегда идут на ура, какими бы сытыми енотики не были. А этот деликатес они просто обожают. Потому что перепелиные яйца, мало того, что они очень вкусные, так еще и очень полезные. И енотики это прекрасно знают. Вот. Еноты-полоскуны. Им нужно еще пополоскать все. Даже в природе, когда они поймают рыбку в речке, то там же ее и пополоскают, эту рыбку. Вот, друзья, бананчик наворачивает. Он еще один. Вкусненький, сладенький. В общем-то, енотам хорошо. За день от посетителей в парке Львов Тайган они столько разных вкусняшек перепробуют. И фрукты, и бараночки всякие там. Но енотики, если им дать, допустим, грудку курицы, вот тогда для них будет самый настоящий праздник. Обожают они филешку куриную. Что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно. Всем мира и добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok